добрый вечер с чем пришли как вы зовут меня зовут гидарай гидарай какое красивое имя я недавно похоронила брата 20 июня у меня дома был целый месяц помогал мне в ремонте и 17 числа мы поехали домой в петропавловск и два дня назад он дома побылся два дня и умер а причина тромб тромб возраст 54 сейчас это это возраст еще ты сейчас одна на улице нету никого не стараемся сейчас я одна просто вышла прогуляться потому что дома боюсь 1 стараться все напоминает он у меня целый месяц больше месяца будет полтора месяца у меня же пока шел в ремонт вдох глубокий и выдох еще просто выдыхать верга из-за станы откуда-то полгаре я со станы смотри вряд ли тебе помогу сейчас более этот убрать потому что ты это недавно случилось и все равно период какой-то траура должен быть его не зря придумали вопрос сейчас выдыхай ладно напряжение свое сейчас я всем говорю 50 50 плюс это мужчины которые попадают на риск где-то где-то 45 лет непонятно когда его выключат особенно это достигаторов касается то люди которые не умеют отдыхать это люди которых подавленной агрессии это люди которые всю жизнь чего-то достигали их пять просто в один день да это чаще всего это всегда старшие братья старший брат и самый ответственный сын это вот такое их выключают 54 года это еще такой возраст когда как будто еще жизнь еще впереди но он уже выгорел потому что 54 годам люди выгорают такие они всю жизнь и молодость не жалели и подумать вот так просто выключает резко там сорвался инфаркт инсульт у меня желудок что-то болит давай давай потому что тебе кажется что ты виновата и раньше поехали может это не случилось даже не врать про бога я вообще молчу и выплакиваю в любом случае вот бывают такие ситуации когда вот эти утраты и человеку кажется что он что-то может изменить мог бы изменить успел бы еще что-то вам дали время с ним пообщаться это хорошо это 1 2 семья есть семья есть он с кем жил сын дочка замужем далеко он не увидел их жена где жена в петропавловске левая рука не имеет ты сейчас готова там сейчас потому что выходы начнутся будет надо будет кричать плакать ты сможешь ты просто на улице где-то находишься не пойму да я на улице вышла прогуляться потому что дома никого нету спасать потихоньку 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 я в этот уберу руками и у вас ведет вот так сейчас вот так будет надо левая рука не имеет правая тоже смотрите да да вот на скамеечку сядь где-нибудь сейчас сядь на скамейку ты сидишь уже на корточках микки нету рядом тогда я вас не увижу темно будет выдыхаем не лицом тебе не нужно мое лицо мне надо чтоб ты сидела комфортно потому что это только начало тебе сильнее свернет еще все съела а вот на скамейке молодец давай давай слушай меня просто дыши ну тебя вот так дорогая давай оставь телефон я тебе не нужен ты мне просто слушать глубокий вдох и выдох ты у тебя сейчас руки будут сводить что-то очень похоже на паралич будет да просто не бойся это минут на 15 потом пройдет выдыхай и желудка вот это напряжение выпускай молодец давай у нее руки сворачивает у нее сейчас дрожь по всему телу идет лицо скорее всего вибрирует сейчас начнет ее задача просто расслабиться и чтобы из тела вышло вот это то напряжение которое было связано с утратой я не знаю с чем это было выдыхай или это до этого с тобой случилось сейчас посмотрим тела расслабь не бойся ничего наш интернет боит через видео звонок да дорогая как дела что чувствуешь говорить все нормально а ноги нормально пока хорошо левую руку скрутила потихоньку расслабляй ну так да 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 там в руки вот так ходит их невозможно разогнуть да выдыхай только не паникуй ладно дорогая хорошо тела расслабь дорогая напрягаетесь расслабь тела наоборот вот так и напряжение с желудка вот выдыхай просто вот так и вот так и вот так еще раз прям расслабь сразу спокойнее становится рукам я немножко поговорю но вы можете как угодно к этому относиться я понимаю что это там мракобесие какое-то в 21 веке но это что-то вроде магии если верите не верите не знаю но если хотите по-научному это энергоинформационное воздействие на биополе человека то есть тебе какое-то биополе вкрутили деструктивную как бы информацию сейчас мы ее снимаем твоя задача максимально расслабить тело просто его потихоньку отпускать все сейчас легче будет тело расслабь чем больше будешь сопротивляться тем будет сложнее от этого избавиться как только легче станет просто проговорила она становится легче хорошо рука размере на глубокое дыхание не частей давай зона тоже можно и ведь карантин так работал с людьми каждый день по 5 по 6 человек так и не логи 15 а Субтитры сделал DimaTorzok 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 посидишь я говорю сядь расслабься не суетись и охота чтобы это быстро прошло но не пройдет все равно есть период какой-то который это сейчас будет потихоньку и сниму просто не нервничай сеанс идет да как дела дорогая легче становится хуже руки прям кутят не могу а уж и отпустил так вот руки как будто сильно прижатые хорошо они мои руки да 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 ты ими не можешь управлять да они сжались прям сильно сильно да и и и и и и легче опускает уже потихоньку сейчас почувствуешь все уже на спад пойдет но должно Продолжение следует... 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 Сейчас потихоньку. Высокое давление – это подавленный гнев. 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 как будто и дрожь какая-то энергия пошла уже будет хорошо настроение получше будет и как будто короче смотри я тебе буду пока накидывать ты пока подыши, пусть отпускает если ты думал, что ты могла спасти брата ты его спасти не могла это первое, ты не господь бог и поэтому не спасешь второе, если он ушел, это скорее всего это был его свободный выбор то есть это не нами придумано, приходит неожиданно поэтому это еще зона риска по здоровью, это вот всем мужчинам обращаюсь ко всем женщинам у кого мужчина уже 50 плюс гипертонию, сердце короче, почки прям пусть ходят проверяют агрессию, там это все надо сбрасывать здоровый образ жизни это обязательно нельзя себя дрючить очень сильно физически, эмоционально то есть уже нужно понять, что ты уже старый да, второй год кончился мужики просто не понимают многие и поэтому они бухают, потом утром в баню пошли потом опять на работу и короче вот так это заканчивается это пофигистическое отношение к себе они себя как будто таким образом, ну как бы убивают, я не знаю это с одной стороны, с другой стороны, если как бы, я не знаю, брат у тебя заколдованный был или нет но ты заколдованный точно я тебе говорю, ты очень вовремя пришла очень вовремя пришла поэтому то, что мы себе блоки вот эти поснимали тебе всегда легче будет и по здоровью легче, и энергетически легче будет я не знаю, как ты так попала, но ты просто первой написала примите меня, даже когда я не объявлял я просто вышла гулять, потому что мне плохо было я просто присела и смотрю прямой ваш эфир и сразу написала можно примите меня, можно меня в эфир мне прям сердце сжималось, я вышла просто прогуляться и слава богу и плакаю просто он целый месяц у меня был я думала, может, если бы он раньше уехал, может, иначе все было если бы я себя обвиню как будто а что, он у тебя как будто умер там из-за тебя, что ли? я тебе говорю, это смотри уход человека это всегда его выбор как бы это ни произошло то есть это мы очень все понимаем но это всегда непонятно в его жизни, скорее всего, тоже был дисбаланс вот смотри скорее всего дисбаланс то ли с работы, то ли с семьей у него тоже там было не очень хорошо так? да вот так, так это те проблемы, которые он должен был решить в 40-45 лет ему дали шанс решить их до 54 понимаешь? человек, когда с сильным дисбалансом долго, его надолго не оставят ты не можешь постоянно гнуть свою линию тебя просто нагнут с ним-то бог с ним тебе я сейчас это говорю его уже нету ничего не изменишь я тебе это говорю у тебя тоже дисбаланс в жизни страшный и тебе тоже время дадут вовремя это решить поняла? и у тебя, я не знаю, какая еще мотивация нужна, чтобы собой заняться услышала меня? да, слышу слышу вот смотрите, я вот сейчас еще раз я вам эту книгу покажу всем краткая история, история будущего сегодня еще две страницы прочитал короче, вы знали, что от холецида умирают людей больше, чем от войн в мире по статистике от инфарктов, от хронической усталости мне кажется, если это добавить, там раза в 3-4 будет больше да, он физически да, он физически поэтому очень важно относиться ну вот, видишь я тоже так же сейчас заработала, теперь я решила тоже, что не буду так остановитесь уже смотрите, деньги деньги из жизненного приоритета должны уйти где-то примерно в 40-45 лет понимаешь, вы можете работать ради денег до 40-45 максимум но когда ты ради денег работаешь в 54, ты умрешь точно потому что в 54 либо миссия должна быть, либо у вас уже должны быть деньги, чтобы вы не напрягались и жили на полусогнутых что ли, ну вот так полегче и очень важно жизнь твой баланс в определенном вывести если в жизни дисбаланс, вас будут выключать вас будут выключать есть два варианта, либо ты смотрите, вот допустим у человека семья да, и он развелся, или у него там любовница, его там рвет на три части несколько детей в разных местах да, и он, если, если он это не решит, его уберут что нужно, нужно выбрать одну женщину и остаться с ней либо надо от всех отказаться и жить самостоятельно и тогда проживешь дольше как дерьмо в пробе будешь болтаться, задохнешь раньше понимаешь, любой баланс нужен любой, счастливый, несчастливый, если хочешь жить, нужен баланс мне так легче стало прям как будто вот сердце какое-то, не знаю, сейчас как будто, знаете не знаю, какое-то горячее, как будто горячее, что-то ушло прямо так не могу внутренне я поняла, Игорь, все, благодарю вас я очень рада за тебя я сейчас, я вообще наблюдаю за вами уже, наверное, год, наверное 22-го, смотрю, вы приезжаете в Астану а я как раз уезжаю в Петропавловск, потому что мы на 40 дней будем готовиться в любом случае, я вижу, что вы часто приезжаете к нам в Астану я попаду к вам обязательно я буду 10 дней, поэтому, если что, заходи, если вернется успеешь приду, обязательно приду давно хотела к вам в Ежевер попасть благодарю пожалуйста благодарю, удачи вам не знаю, какой прям легкость какая-то в душе стала я все эти дни, вроде бы, мысли вот эти прогоняла все равно я прям я просто рядом была, когда он уходил когда скорая приехала и они когда откачивали, вот это все рядом было с братом вы, вот смотрите, я вам про перекосы вам говорил, да? это же очень странно, что брату 54, вам там сколько, я не знаю вот и это очень странно, когда ему плохо, что рядом с ним ты, а не жена супруга тоже была супруга, семья, все дети рядом были сын был рядом просто она в тот день позвонила и мы приехали туда, на такси быстрее как раз скорая там была братишка мой рядом тоже был прям на глазах у нас вот это все произошло может из-за этого у меня прям вот это все хорошо главное теперь смотри как это Кесарево, Кесарево, да? короче, этот твоя задача теперь жить твоя задача теперь жить за двоих поняла? то счастье, которое он не добрал, ты должен добрать поняла меня? страдать тебе не надо тебе нужно просто жить счастливую жизнь вот это запомни хорошо у нас еще семья большая нас вообще в семье девять человек ты мне скажи, пожалуйста, шестой как живет шестой? сейчас я подожди сейчас я подожду почитай, почитай что это сейчас Дуспол Агерим так, Агерим Агерим Ербол ой, что-то я учусь сейчас вот эти брат у меня 69-го Агерим потом 64-й Ербол Ербол сейчас я скажу ой, подождите шестой кто? да, кто шестой? шестой Мереке подождите Мереке, Алтай я Гульнара сестра моя как она живет? успешная? успешная нет смотрите, почему спрашиваю шестой ребенок берет карму двух родителей на себя чаще где-то в 80% случаях они живут почему-то плохо нет шестой ребенок он обязан в перманентное состояние развития ей нельзя останавливаться в развитии то есть она постоянно должна учиться она что-то над собой делает да, то есть постоянно что-то менять и тогда у нее жизнь пойдет как только она становится у нее сразу плохо становится ну это сестра моя 72-го я рад за вас, что у нее все хорошо просто уточняю она обучается она ей нельзя на позиции я передам ей ей в образовании нельзя вообще останавливаться и постоянно развитие личностный рост что-то там постоянно что-то ей надо придумывать она так и делает ну вот пусть так продолжает молодец она подождите подождите перепутала нет вот берите алтай да получается у нас мальчик-девочка девочка девочка-девочка она шестая я 72-го 74-го 77-го да она шестая я передам ей кто здесь пустые дети короче развивайтесь вам немножко сложнее чем всем остальным раза в два вам две кармы надо отрабатывать поэтому пошите через письма прощения через аффирмации вам сложнее чем всем в два раза но это вас не должно останавливать потому что вы как это ноша создана для тех плеч которые готовы их нести поэтому несите тебе вон комплименты делать красивые деп благодарю ну как скрутило мне конечно это я прям страшненькая была даже у меня скулы начали сводить скулы сводить в уши ну сейчас все отошло благодарю пожалуйста рада была что в эфир попала мы тоже благодарны тебе за открытость я рад очень что ты так открылась и проработалась и что мы тебе я не знаю вот громко не громко но это прям спасение души называется да это зеленый квартал здесь еще речка видите у нас речка это водоем просто а то я думал это этот парк этого как его триатлон нет нет это зеленый квартал недалеко от дома водоем вот поэтому мы тебе благодарны рады что мы тебя спасли все тут вот благодарю вас Игорь пожалуйста в общем езжай домой с чистым сердцем провожай там брата все нормально хорошо я не знаю просто на крестик нажми выйди с эфира потом заново зайдешь вот в общем всеми всеми благодарен мы спасли с вами еще одну душу и вот так я работаю целыми днями и вот некоторые истории я даже пишу в этот как его в инстаграм на в канал поэтому подписывайтесь в мой канал и потихоньку потихоньку будете знать чем я занимаюсь в основной я приеду 24 22 июля будут 10 дней 31 по моему улетаю поэтому вот чем еще я занимаюсь ну вот так это вот эта сетья стандартная это без насилия и без всяких там давлений вот почему потому что во-первых онлайн не дотянусь во-вторых сейчас все стало мягче выходить раньше нужно было прям очень сильно продавливать чтобы это все выходило вот сейчас это происходит мягче многие люди боятся ко мне идти потому что ой бай страшно да ну когда приходит понимает что это ну ничего страшного нету это просто твои эмоции которые выходят по поводу обучения я не знаю пока нет но скорее всего будет что это вроде менторства менторства да это называется что-то вроде этого вот поэтому так в Астане я обычно в Хайвилле боялась четыре года в Уральске пока не знаю беременным не рекомендовал бы если нету панических атак и нету страхов родов когда буду не знаю но скорее всего буду почему потому что в крайний раз когда я был и был очень хороший прием было много народу и на мастер-классе и на индивидуальных сессиях поработали очень хорошо поэтому скорее всего вот тоже в этом году попаду вообще у меня в планах Чимкент у меня в планах Бешкек у меня в планах Усть-Химиногорск у меня Астана это Масхэф вот в Астане чтобы попасть просто пишите в Директ все вот офлайн приходите мой номер телефона указан в этом в профиле так что можете написать в WhatsApp кто в ТикТоке прошу вас не пишите в Директ потому что в Директе невозможно вести переписку все куда-то падает непонятно я сколько раз пытаюсь там что-то конструктивное создать в ТикТоке в переписке не получается вот пока так в Москву я пока не планирую пока не знаю поэтому в Баку тоже я даже не задумывался если честно что у меня там есть кто-то или нету аудитория Саха-Якутия Нью-Рюнгей Нью-Рюнгей вот Якутию если честно я бы вообще хотел попасть на подводную вот эту охоту может быть ну в этом году уже вряд ли скорее всего на следующий год посмотрим я же сейчас я же сертификат получил вы знаете нет я получил сертификат подводного охотника профессионального это что-то вроде спорта что-то вроде фридайвинга то есть я могу охотиться на рыбу на водоемах вот правда пока на открытой воде ни разу не был но в этом году обязательно попаду с тренером на Копчегай вот я вот сертификат получил экзамен еще не сдал вот но вчера я боролся с этими там есть ворота надо пройти ворота потом надо сделать маневры в общем сейчас пока прохожу ворота вот Бишкек я думаю осенью пока я ничего не планирую мне надо вот я делаю те действия которые делал раньше это вот Астана мы поедем в Астану дочка у меня улетает там 12 августа и потом после этого мы наверное буду планировать что-то что связаны с какими-то другими командировками уже в календарный план все внесем до конца года потихоньку начнем это все муссировать продвигать вот такие дела что я попуталась поэтому не знаю мне очень сложно когда так пишите там вот он был во-первых Ташкент когда хочу Ташкент когда тоже осенью наверное посмотрим вот я не знаю с чем был сын с какими вопросами но вообще всегда смотрите когда вы отправляете детей я всегда говорю он должен хотеть какой запрос и мамаши всегда говорят да-да-да он готов а сами ему даже не объясняют куда его привели так вы отправляете мужей детей и так далее то есть если сын не готов лучше его не приводить потому что это лишняя трата денег и непонятная там либо поэтому вот так сети они должны проводиться по взаимному согласию обоюдному то есть моему и вашему и когда человек приходит немножко с давлением и он тебе просто в то что ты все равно неправа привела мне куда-то беспортовое место его ничей не пробьешь поэтому я обычно переписываюсь я не знаю когда это было я обычно переписываюсь и предупреждаю что не нужно нужно чтобы он сам хотел чтобы вот это было такой запрос то есть я обычно веду длинную переписку с людьми которые записывают кого-то другого согресть и испыльчивостью нужно что делать нужно письмо прощения прописать и немножко поднять уровень осознанности себя почему потому что чем меньше вы осознанные тем больше вы агрессируете чем больше осознанности в тебе будет тем легче тебе будет вообще в целом жить люди агрессивные это те кто неосознанные и у кого завышенный стесостерон да то есть поэтому вот так друзья я чувствую наверное завершим эфир с вами всем большое спасибо я вам очень сильно благодарен за то что вы были со мной эфир я сохраню обязательно поэтому приходите смотрите наблюдайте кто хочет на сессию пишите ватсап кто в этом сидит кто в тиктоке вы быстро поговорили с бабушкой уходил я живу в Астане вы помогли но вот видите вот поэтому пишем ватсап пишем в директ в инстаграме приходите пишите я в Алмаке буду до 20 июля а 20 июля вот так что welcome пока пока приятного соведения дорогие bye bye